Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами поговорим об Англии в 15-16 веке. То есть это время, когда на престол зашла династия Тюдоров. Это время Генриха VIII, его детей и, конечно, Лизаветы I, во время управления которой и началось основание империи. Начнем мы с вами с воцарением или с началом дома Тюдоров, которое начинается с восхождением на трон Генриха VII, когда в Англии выдворяется не только новая династия, но и новый порядок вещей. Народ жаждал спокойствия и мирного развития гражданской жизни, и Генрих умело воспользовался этой ситуацией. Внешние затруднения были улажены посредством мирных договоров с Францией и Шотландией. Между ними особенно важен был договор о вечном мире Шотландии, который был достигнут в 1502 году, за которым через год последовал брак Якова со старшей дочерью Генриха Маргариты. Это положило конец беспрерывным войнам между обоими государствами. Могущество знатий, тем не менее, было набломлено долголетними войнами, которые предшествовали восхождению дома Тюдоров на престол. Вы помните о войне Алой и Белой Розы, когда практически вся аристократия, древняя аристократия английская, была уничтожена в этой непонятной и кровопролитной войне. И чтобы по возможности стать вне зависимости от парламента, Генрих прежде всего ввел самую строгую экономию в государственном хозяйстве. По тому же побуждению он добился закона, которым право назначения себе тюдемника предоставлялось исключительно королю. Для обуздания аристократии был учрежден чрезвычайный суд, так называемая Звездная палата, Стар Ченго в английский, который имел право без соучастия присяжных вчинять преследования и постановлять приговоры по всем делам, касавшимся короны и фиска. Но, ослабляя могущество высших сословий и парламента, Генрих, с другой стороны, принял под свое покровительство буржуазию и обнаружил особую заботливость о развитии торговли и флота, не щадя для этого ни сил, ни времени. А если английский народ не испытал такого же деспотизма, как другие народы, то этим он обязан, конечно, своему островному положению, которое предотвращало или не давало его королям возможности учредить постоянную армию. И это спасало англичан от бесконечных войн и самоуничтожения, которое длилось в Европе. Итак, с восхождением Генриха VIII на престол продолжилась политика предыдущего короля, то есть его отца, Генриха VII. Но, в частности, Генрих VIII начал с того, что он вынудил у парламента в 1525 году большую сумму денег для вторжения во Францию под угрозой казни и 7 лет правил без парламента. Когда у него явилась мысль о разводе со своей первой женой Екатериной Арагонской, он со всем пылом своей необузданной натуры приступил к исполнению этого плана. Сопротивление, которое он встретил на своем пути, оказалось для него несколько неожиданным и только усилило его упорство, тем более, что в это же время в него он влюбляется в подворную красавицу Анну Болейну, с которой он хотел далее заключить брак. До этого времени Генрих был ревностным католиком, огнем и мечом он защищал католическую веру и поэтому, конечно, не ожидал отказа в расторжении брака от Папы Римского. Однако, когда Генрих VIII был отказан в разводе, Генрих решил отойти от католической церкви, то есть, как бы вывести свою страну из римского влияния. И в январе 1533 года он женился на Анне Болейн, а также объявил, что он отторгает свой народ от Папского престола. В мае Духовный суд признал брак его с Анной Болейн и также в это время был признан и расторгнутым брак с Екатериной Арагонской. Актом о супрематии, актом о супрематии, король был объявлен единственным верховным главой Англиканской церкви. И с этого времени начинается вот эта Англиканская церковь развиваться в Англии, которая относится к протестантской церкви на самом деле. Король сам начертал религиозные статьи, article of religion, составляющие основу новой веры или англиканизма, так называлась эта новая вера. Затем началось упразднение монастырей, конфискат их имуществ, которое сопровождало жестокими убийствами монахов и монахин. Генрих стал теперь выше закона и религии, и его деспотизм не знал границ. Шесть раз он был женат, две из его несчастных жен были казнены, также был казнен знаменитый лорд-канцлер Томас Морр. В 1539 году были изданы шесть кровавых статей, которые грозили жестокими наказаниями каждому, кто письменно или устно стал бы говорить против догмата о присуществлении, против обедни и исповедни. Масса народа погибла из-за этих законов и при том, как католики, так и протестанты. То есть получается, что эти законы касались любого вероисповедания, людей, которые и были привержены католицизму, и те, которые были новыми англиканами, вошедшие в эту англиканскую церковь. Что касается акта о присуществлении, о котором я сказала выше, что это было запрещено, кто, вернее, отрицал догмат, говорил против догмата о присуществлении, то это касается как раз вот то, что, может, вы видели в христианских церквях, когда вино и хлеб едят после службы, как тело и кровь Иисуса Христа. А вот об этом идет встреча. Далее, следующий слайд нам с вами расскажет о детях Генриха Восьмого, о его сыне единственном, сыне Эдуарде Шестом и двух его знаменитых дочерях, Елизавете и Марии. Вначале Марии Первой, а далее Елизавете Первой. Эдуард Шестой наследовал трон своего отца в девятилетнем возрасте. Поэтому понятно, что за все это время вместо него правил его протектор лорд Сомерси, друг реформации. Архиепископ Крамер приобрел особое влияние на государственные дела. Римский культ, как вы понимаете, был устранен, то есть появилась эта новая церковь, и гонения обратились против католиков. Но вскоре во всех частях государства вспыхнули восстание. Церковное имущество после уничтожения монастырей большей частью попали в руки алчных призворных и высшего дворянства. Сомерсиеп пожелал помочь крестьянам и назначил даже особых комиссаров для разбора их жалоб. Но этим он возбудил против себя только гнев со стороны дворян, среди которых был его злейший враг, граф Герцог Нортунбир Ленский. Он не зверг протектора и занял его место. Через год Сомерсиеп погиб на плахе. Крестьянские мятежи были подавлены при помощи немецких и итальянских наемников. Как вы помните, в Англии своей армии как таковой не было. Около того же времени Крамер, при содействии знаменитых протестантских богословов, между которыми было много кальвинистов, выработал так называемые 42 статьи веры, которые были позже сокращены до 39 статьи веры. И они составили основу Англиканской церкви. В 1553 году парламент выслушал мнение духовенства и возвел эти статьи в государственный закон, который был отменен только через 300 лет, в 1829 году. Эдуард VI был даровитый, очень смышленый молодой человек, но болезненный. То есть у него было плохое здоровье. Поэтому он, к сожалению, не мог долго оставаться у власти. И в 16-м возрасте он уже умер. И тогда его место заняла его сестра Мария I, которая была дочерью Екатерины Арагонской, то есть первой жены Генриха VIII. Мария немедленно начала церковную реакцию, поскольку она была ревностной католичкой, то есть она была совсем, получается, придерживалась совсем иного религиозного верования, чем ее отец. То есть отец вел Англиканскую церковь, а Мария I была приверженцей католической церкви. Поэтому она, конечно, начала свою реформу. И этот период пятилетний, который она оставалась у власти, был период казни. Поэтому Мария I была названа Кровавой Мэри. Вы, наверное, слышали такое сочетание. Так вот, это как раз Мария I, дочь Генриха VIII. Она возобновила старые законы против юридиков, к которым были отнесены все протестанты. Парламент терпел эти неистоства, но у него все-таки хватило мужества на то, чтобы отказать Марии в субсидиях, которые она просила для помощи своему мужу Филиппу против Франции. Мария начала войну на свой страх и потеряла все. все владения, которые были у Великобритании во Франции. И эта потеря окончательно подорвала ее здоровье. И она вскоре умерла. Это случилось в менте 1558 года. И вот как раз с 1558 года, когда умирает Мария I, на престол восходит Елизавета I, а также дочь Генриха VIII, но от Анны Балини, природной красавицы, о которой мы говорили со мной в начале лекции. Так вот, Елизавета I, она отличалась умом, мужественностью, и поэтому с самого начала новая королева была встречена с восторгом народом, то есть она нравилась народу. И королеве было тогда всего 25 лет, и уже тогда она приобрела симпатию народа, который в ней видел мученицу за протестантскую веру, то есть ту, которую вел ее отец Генрих VIII. Приблизив к себе искреннего протестанта Уильяма Сесселя, знаменитого лорда Верли, она вежливо отклонила сватовство Филиппа II, она сразу показала, что не пойдет по стопам своей предшественницы, что будет все иначе. И одним из первых ее планов было восстановление в несколько смягченной форме церковных порядков, которые существовали при ее брате Эдуарде VI, когда были смягчены законы и было легче и католикам, и протестантам. В государственном хозяйстве Елизавета сразу выдворила порядок и бережливость. Королева была очень хорошей хозяйкой в том смысле, что не тратила деньги зря. И она где-то недолюбливала парламент, а вы знаете, что для того, чтобы были деньги, нужно было обращаться в парламент, потому что парламент изыскивал эти деньги и выделял эти деньги королю или королеве на какие-то дела. Поэтому королева старалась поменьше обращаться к парламенту и вела экономное хозяйство. Несмотря на некоторые злоупотребления администрации, тяжесть налогов и таможенных сборов, несмотря на торговые монополии, недостатки правосудия, Англия все-таки испытала действительно такой переворот в своем обществе во время правления Елизаветы I. А именно, такие произошли изменения, как земледелие достигло высокой степени предстания, промышленность стала быстро развиваться, особенно речь идет о текстильной промышленности, которой отличалась Англия все это время. Возникли новые отрасли производства. На рынке начали появляться английские металлические и шелковые изделия. Внешняя торговля нашла себе неожиданные рынки благодаря завоеваниям или открытиям мореплавателей. Такие важные моряки, как Дрейк, гроза испанского флота, Фробишер, открыли английским судам путь через те моря. Рейли основал первую колонну в Америке, колонни в Америке названную Виргинией в честь королевы-девственницы, которая оставалась для всех Елизавета I, поскольку Елизавета так и не ушла замуж. Далее Дэвис, который открыл пролив, и этот пролив был назван в его честь. Другие мореплаватели доходили до Новой Земли, Китая, Исландии. И кроме отношений с Россией, были завязаны отношения также с Левантом, Ост-Индии. 31 декабря 1600 года королева даровала первую грамоту Ост-Индской кампании. То есть мы с вами приближаемся ко времени, когда была основана империя и происходили такие многочисленные воевания в мире во всех других частях России. Главным соперником англичан оставалась Испания и ее могущество наконец-то было сломлено, когда 5 августа 1988 года испанская непобедимая армада пала под напором английских судов и теперь уже Англии ничего не угрожало, она в общем-то обрела относительную безопасность, никакие внешние враги ей уже не угрожали. Но, однако, внутри самой страны накопился такой своеобразный груз религиозных проблем, с которым становилось все дальше тяжелее и опаснее. В Европе зародилось движение против, а протестантство получило название контрреформации. Тогда же в Бельгии возник новый католический орден июльитов и около 1580 года сто его членов этого общества тайно проникли на территорию Англии, они ездили из города в город, пропагандировали идеи католицизма, то есть, чтобы вновь католическая вера вошла в Англию. Это было очень опасное занятие, которое грозило в случае поимки смертной казни. И вот в период с 1507 года в 1603 год, время окончания правления Елизаветы I было казнено порядка 200 иезуитов. С другой стороны, возникло течение радикальных протестантов, которые называли себя куританами. Они ратовали за отмену владенства монарха на Мегаликанской церкви, и естественно подобные идеи шли вразрез с интересами короны. Поэтому куритане тоже подвергались гонениям, многие погибли или были вынуждены бежать в Нидерланды. И вы знаете, что, например, первыми поселенцами английских колоний в Америке, то есть в Северной Америке, то, что было началом Соединенных Штатов Америки, были как раз куритане, которые бежали от гонений своей собственной страны. Таким образом, последние годы правления Елизаветы мрачились католическим восстанием в Ирланде в 1598 году. На его подавление направили 20-тысячное войско во главе с фаворитом королевы графом Эссексом. Он потерпел неудачу и с позором вернулся в Англию. Фактически нарушили инструкции Елизаветы. Для расследования причин было назначено расследование и тогда отчаявшийся Эссекс при помощи группы наемников попытался сместить королевских советников и на самом деле даже покровительство Елизаветы не спасло его от казни и в 1601 году Эссекс был казнен как государственный изменник. Внутри государства царственной Елизаветы не раз омрачалось восстаниями и смутами которые преимущественно сосредоточились вокруг шотландской королевы Марии Стюарт. С царственной Елизаветы начинается длинный ирландский мартировок. По постановлению английского парламента в Ирландии была введена епископальная церковь а местные церковные имущества были отобраны в пользу нового духовенства. И несмотря на то, что большинство населения оставалось католическим были эти все нововведения приняты. Отношение Англии к Шотландии где политика Елизаветы и вмешательство ее в дела Стюартов вызвали сильные смуты приняли более мирный характер после Бербергского договора заключенного с Яковом VI. Со смертью Елизаветы прекратилась династия Тюдоров и на престол вступил сын Марии Стюарт шотландский король Яков VI. В Англии он был Яковом I, а в Шотландии поскольку это династия Стюардов это шотландская фамилия происходит, то он был там шестым, а в Англии он стал первым. И Елизавета назначила его своим преемником после смерти, будучи на смертном адре. То есть если вы смотрели исторический фильм о английской короне, о шотландской короне, то знаете, что как раз по приказу Елизаветы I она долго колебалась, но Мария Стюарт была казнена, то есть это мать Якова I, которого впоследствии Елизавета назначает своим преемником на троне. У Елизаветы своих детей не было, поэтому конечно ей пришлось это сделать. Долгое и победоносное царство Елизаветы длилось порядка 45 лет и многие историки рассуждают о том, в чем же причина ее успеха, но стоит сказать о том, что прежде всего она была королевой, которая предпочитала править в одиночестве. Две ее предшественницы Матильда в 12-м столетии Мария Кровавая оставили после себя недобрую славу. И конечно Елизавете пришлось сложно переубедить и показать, что женщина может быть мудрым правителем. Поскольку до этого и Мария первая, и Матильда в 12-м столетии были их связаны с войнами и кровопролитиями. Елизавета в противоположном стиме избегала принимать кардинальные решения о казнях и предпочитала выжидать, пока сложные проблемы не решатся сами собой. И как показывает практика, такая нерешительность давала неплохие результаты. Я уже говорила о том, что Елизавета голубь колебалась подписать приказ о казни своей предшественнице сопернице Марии Стюар. Когда же наконец она решилась, то все свалило на своих советников, что мол, это они приняли такое решение и подсунули ей этот роковой документ, который она не глядя бы подписала. Как заметил один из министров, здесь был очень тонкий расчет. Если бы события развивались по худшему сценарию, то всю вину королева положила бы на них, то есть на советников, что это они якобы виноваты. И поэтому в случае же наоборот успеха, то все лавры бы достались королеве, как монархам. Елизавета предпочла так и не выходить замуж, и статус королевы девственницы обеспечивал ей политические преимущества в общении с уискателем ее руки. Но практически каждый парламент поднимал вопрос о ее замужестве, всех волновал вопрос о престоле наследии, который так остался нерешен. Однако Елизавета умела настоять на своем, усмиряя парламент и весь народ ангелин, при помощи чисто королевской властности, ума и обаяния. На заседании последнего парламента она заявила, может у вас и были короли более мудрые, могущественные, но никогда не было и не будет более любящего и заботливого монарха, чем я. конец своей жизни Елизавета встретила в полном одиночестве, близких родственников не осталось, все друзья и доверенные помощники тоже ушли из жизни, но этот портрет старой немощной женщины последних лет заслоняется образом все-таки величественной и мужественной королевы, которая достойно все трудности преодолела, и Елизавета скончалась 24 марта 1603 года, а в конюшниках уже стояли осознанные рысаки, которые должны были отправиться в Шотландию за новым королем, как вы знаете, король номер, да здравствует король, и им стал Яков Первый английский и, как я уже говорила, по иронии судьбы он был врагом злейшего ее врага Марии Шотландской Костюрс. И завершим нашу сегодняшнюю встречу, нашу лекцию рассказом об основании империи, поскольку здесь пойдет речь о том, какие были первые завоевания открытия в 17 веке еще во время правления в 16-17 веке во время правления Елизаветы Петра. Необходимо отметить, что если говорить о самых первых открытиях, то они еще случились во время правления Генриха VII. Так, например, Джон Каббетт открыл Нифаундленд, то есть это остров возле Канады в 1497 году. И тогда это владение было объявлено английским во время Генриха VII. Англия бросила вызов испанским притязаниям на Америку. Нифаундленд стал, по сути, первой английской опорной базой за морями, а с 1583 года, то есть это уже время правления Елизаветы I. Он был передан Серл Хемфри Гилберту на основании патента на открытие и управление островом и первой английской колонии. Во времена правления Елизаветы I Фрэнсис Дрейк высадился неподалеку от нынешнего Сан-Франциско и приобрел здесь землю для Англии у местных индейцев, но он не предпринимал попыток освоить постоянное поселение. В 1585 году фаворит королевы Уолтер Релли безуспешно пытался создать на месте нынешней Северной Каролины английскую колонию, это тоже в Северной Америке, то есть Северная Каролина это один из штатов Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день. Так вот еще Уолтер Релли основав эту колонию назвал ее Виргинией в честь королевы девственницы Вирджин английский девственный поэтому Виргиния это в честь королевы Элизаветы Первой. Колонисты тогда не выдержали тяжелейших условий жизни на новом континенте поскольку они многого не знали как в этом новом климате жить и так далее и часть людей погибла а другая часть покинула Америку. Испанцы португальцы поделили между собой веземный шар и стремились конечно не допустить другие государства в новый свет и лишь силой англичанам удалось изменить ситуацию. Мы говорили о том что в августе 1588 года огромный испанский флот непобедимая армада был уничтожен англичанами и морское могущество Испании было сломлено именно поэтому англичанам удалось войти в новый свет основать там колонии. Затем настала очередь Португалии. Англия превращалась в мощную морскую державу. Одновременно попытки колонизации предпринимались англичанами в Южной Америке в устье рек Амазонки и Оренока и на побережье Гаваны Гвианы простите. Но лишь в начале 17 века во времена правления короля Якова Первого были то есть уже получается который был после Елизаветы Первый сын Марии Стюарт Шифланской были основаны первые постоянные английские поселения. В 1607 году группа колонистов лондонской торговой компании обосновалась на территории нынешней Виргинии Виргинии штат Виргиния в Соединенных Штатах Америки Они вложили там первый английский поселок на американском континенте который получил название Джеймс Таун А три года спустя постоянные поселения появились и на юго-восточном побережье Паунтленда то есть это уже нынешняя Канада В течение первых десятилетий своего существования колония Виргинии бедствовала но устояла и конечно в основном благодаря руководству Джона Смита Для новой колонии оказалось выгоднее всего культивировать табак так как мода на курение стала быстро распространяться в Западной и Центральной Европе и уже в 1619 году колонисты учредили законодательную ассамблею Гражданскую палату которая действует и в настоящее время мотивы дальнейшего населения Северной Америки носили частично религиозный характер так в 1620 1640 годах Атлантический океан пересекли целые общины гонилых у себя на родине английских пуритан как мы говорили сами о том что они были радикальными протестантами требовали того чтобы главой церкви чтобы вернее монарх не был главой церкви и эти люди вынуждены были спасать лекарства своей родной страны убежать в другие земли и они мечтали учредить в Новой Англии новые теократические общества тео вы знаете означает бог то есть они хотели такое создать религиозное общество в новом свете на новой земле это и была Америка Соединенные Штаты Америки сегодняшние это штаты Массачусетс это штат Роуд-Айленд это Вермонт это вот эти штаты наверху которые находятся в Соединенных Штатах Америки я имею в виду на севере востоке в течение столетия английские колонии были образованы на всем восточном побережье Северной Америки включая Новый Амстердам который был отвоеван у голландцев в 1664 году окончательно в 1677 году и переименован в Нью-Йорк в 17-18 веках происходила колонизация островов Вест-Инги в первую очередь Ямайки и Барбадоса Барбадоса простите англичане стремились захватить эти острова а так как отсюда было удобно вторговать с Испанской Америкой а при случае грабить ее здесь создавались колонии плантационного типа основанные на подневольном труде возившихся из Африки рабов а также политических и уголовных преступников из метрополии именно и конечно мы не можем сами не говорить в этом очерке об основании империи о создании колонии в Индии поскольку проникновение англичан в Индию началось в 16 веке в 1600 году уже 17 век группа купцов из Лондона основала Ост-Инскую компанию которую Лизавета первая как раз дала это право составив конкуренцию португальцам выгодной торговлей восточными шелками пьяностями драгоценными камнями в то время Индию называли не только собственно Индию но и большую часть известного европейцам Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии то есть видите Индию называлась вся эта территория это была огромная огромная территория первоначально компания Ост-Инская компания разворачивала свою деятельность в нынешнем Индонезии затем в Китае и других Дальневосточных территориях с 1623 года она сконцентрировалась на самой Индии первая английская фактория то есть торговое поселение фактория означает торговое поселение появилась в Индии в 1613 году в Сурате а к 1640 году уже целая сеть таких факторий производила торговые операции с шелком хлопком с сахаром и селитрой в 1640 году англичане основали первый опорный пункт Мадрас долгое время остававшийся в столице владения компании на юго-востоке Индии в 1661 году это уже время правления Карла Второго этот король получил от Португалии в качестве части приданного своей жены Екатерины Браганской остров Бомбей ставший центром английских владений на западном побережье В 1686 году Ост-Инская компания основала новую факторию в Бенгалии укрепив ее компания в 1690 году приступила к строительству города Калькутта Относительное спокойствие и безопасность этих торговых поселений привлекали к ним значительную массу людей и поэтому в Бомбее в 1677 году насчитывалось 67 жителей а в Калькутте в 1706 году проживало 22 тысячи а в 1735 году то есть это получается через буквально 30 лет проживало уже 100 тысяч людей компания правила этими городами при номинальном сузеренитете императора Индии князей ее товары освобождались от прошлим при условии ежегодной выплаты в казну моголов определенной суммы а английские грузы не подвергались таможенному досмотру вот таким образом начала основываться эта великая Китанская империя и на карте вы видите как раз обозначенную разным цветом разного как сказать типа колонии китанские и мы об этом будем с вами говорить на других лекциях а сегодняшнее было как раз чтобы показать с чего началось основание империи и как дальше она развивалась мы посмотрим в следующих лекциях спасибо за внимание